Серёж, думали ли вы, что у вас будет подтанцовка из Димы Билана и Елены Бережной? По-моему, неплохо получилось. Он сказал, поехали, и поехал ведь. Мне кажется, им не хватало ещё стрелки и белки. Да, да, тоже было бы неплохо. Дорогие друзья, нам сегодня помогала группа «Земляне». Спасибо большое, ребята. Дим, с чем связан такой имидж вот на уровне головы? Это всё старания наших замечательных костюмеров, дизайнеров и стилистов, которые работают за кулисами. Я хочу им сказать спасибо за то, что они облачили нас с Леной в такой жаркий-жаркий костюм. Дорогие друзья, я бы что-то спросил у жюри, но мне мешает ракета. Она как фаллический символ тут. Коль, ты в принципе любишь эту песню, она у тебя вместо гудка в телефоне, да? Да. Смогла ли наша пара передать драйв этой композиции? Вначале я подумал, что это реклама новых советских пылесосов. У меня такое впечатление было, что сегодня Дима не понимал, на чём он танцует. На руках всё-таки или на ногах? Вот. И, Дим, на самом деле, блистательные танцы, которые были до этого. Ты мне сегодня, если честно, я же, как говорится, твой фанат, на льду всегда был. Но мне показалось, что ты сегодня начал танцевать на льду, а не заканчиваешь. Существует опасность того, чтобы не перепутать поддержки, не взять, например, из следующего номера, который мы будем катать чуть попозже. Это вот действительно страх. А что касается вообще песни, мне кажется, песни это самое лучшее олицетворение 80-х годов. И мне кажется, это тоже сыграет свою роль. Спасибо большой группе, которая сегодня нас сопровождала. Спасибо вам огромное. Ну, Коль, на то мы и люди разные. Да, но мне понравился финальный танец вот этих двух коньков. Он был очень зажигательный. Елена Анатольевна. К сожалению, Дима, немножко, в отличие от песни, вот такого зажигания не произошло в катании, да? Вы чуть-чуть почувствовали мощь припела и постарались вот на припев взять своё. А всё, что было между, было чуть-чуть сыро. Хотя идея хорошая, и действительно кататься на руках довольно тяжело, но до этого надо больше вниз наклоняться. Да? Ты делал очень сложные поддержки. Этому невозможно не восхищаться. Но было очень много помарок, к сожалению. Были моменты, когда было действительно опасно уже. Ты знаешь, уже чёрт с этими оценками, лишь бы ты был жив. Потому что я думаю, что гораздо хуже отнесутся твои поклонники к тому, если ты что-либо повредишь. Я надеюсь, что ты сейчас соберёшься и вторым танцем нас очень порадуешь. Таня, какой из элементов, которые ты сейчас увидела, ты делала уже на нашем проекте на льду? Для элементов есть профессионалы. Я сужу и ловлю эмоциональное впечатление. И мне номер понравился. Находки, оригинальность, стремление выполнить что-то необычное и найти образ, эквивалент этой прекрасной песни. Помарки были, да, но и эмоции тоже были. Спасибо. Комментировать – это не мешки таскать. С этим согласен Дмитрий Губерниев. Прекрасный грим, прекрасные костюмы. Мне кажется, что нужно было назвать корабль не «Восток», а «Союз». Стыковка с американцами неминуема. Посмотрите, какие высокие поддержки. Браво! И складывается ощущение, что костюмы немножко мешали только в начале. Ведь попробуй покатайся, когда твое тело не дышит, как ты уже там в открытом космосе. Я хочу сказать, что очень сложное было катание, но Билан всё-таки по большому счёту справился. Да, может быть, по темпу. По темпо-ритму, как сказал бы Николай Цискоридзе, ребята не совсем выдержали это выступление. Но посмотрите, как они стараются. В этих костюмах ещё никто не катался. Ну а уж летающие коньки с шариком, где написано «СССР». Вы знаете, мы опять выиграли у американцев эту битву за космос. Спасибо, Лена и Дима. Фанаты Билана требуют 6-0. Посмотрим, что поставит Елена Анатольевна Чайковская. 5-5. Игорь Бобрин. 5-5. Николай Цискоридзе. 5-0. Вот она, жёсткая профессиональная оценка. Татьяна Догилева. Сработает ли на контракте? 5-5. Сергей Дорбатенко. 5-5. И Николай Басков. 5-0. И общий балл 32. Мы всё спорили. Почему вы всё-таки не использовали этот фаллический символ в танце? Я всё ждал этого вопроса. Я ждал. Мы можем специально в сегодняшней праздничной программе, Коль, тебе его подарить. Подарите его Баскову, пожалуйста. Он на нём улетит. Коленька, его можно ещё как квартиру использовать? Да, кстати, Коль, ты прекрасно поместишься. Ты хорошо здесь встанешь. Я думаю... Колюня, соглашайся, Колюня. Главное, главное, не требуй сразу крышку. Хорошо, чтобы мне не предложили полежать. Очень качественная фанера, кстати. Ну что ж, уважаемые друзья, 32 балла получает пара Елена Бережная и Дима Белла. Вам, ребята, готовьтесь к следующему номеру. Рис.